Библейский портал экзегет.ру представляет Все плохо у человека, он ощущает себя уже мертвым. А скорее в том, что выхода никакого нет. В том, что этот 87-й заканчивается мой спутник-мрак. Никого рядом нет, и это, господи, ты со мной такое сделал. Что на это можно ответить? Да, даже не кто-то псалмопевцу ответит, но что он сам себе ответит в конце концов, или кто-то, кто рядом с ним. В 88-й, собственно, и служит таким ответом на 87-й. Не так уж редко это бывает. В 87-й имел такое длинное написание, и было сказано, что это песня Хэмана из Рахитянина. А в 88-й искусная песня Этана из Рахитянина. Ну, искусная песня, один из жанров, так условно переводит библейское общество. А Этан из Рахитянин, Хэман из Рахитянин, кто они такие, неизвестно. Про Этана из Рахитянина один раз говорит Третья книга Царств, что Соломон был его мудрее. То есть, какой-то тоже достаточно мудрый человек. Что такое это самое из Рахи? Ну, не очень понятно. Возможно, это некий род, некое семейство. Вот в рамках израильского народа, может быть, это здешний, переводится на русский язык, как здешний, тот, кто не пришел откуда-то, а кто оставался здесь всегда. Это может быть некий намек на то, что он ханаанского происхождения, а не израильского. Ну, словом, мы не знаем, кто это такой. Но вот эти Хэмана и Этан, как два брата, и, соответственно, Хэман жалуется, что он погибает, Этан ему отвечает, что на самом деле все совсем не так. Псалом длинный, будем читать частями. Твои милости, Господи, буду воспевать вечно, из рода в род прославлять верность Твою. Слушайте, навечно милость создана, на небесах водрузил Ты верность свою. Вот эти милости и верность, которые постоянно здесь встречаются, еще по-разному это немножко переводится, но здесь, мне кажется, хороший перевод. Это ведь не просто нечто разовое, да, милость, как русское слово, милость, ты не там дал копеечку и пошел дальше. Но это некая линия поведения, да, то есть это то, как Бог проявляет себя по отношению к этому человеку. И дальше после этого начинается ответ Бога. Довольно редко в псалтире говорит Бог, а здесь он говорит очень подробно. «Я с избранником моим заключил договор и поклялся Давиду, рабу моему. Я буду вечно поддерживать потомков твоих и воздвигну престол себе из рода в род». Музыка. И что же здесь он отвечает? Смотрите, это ответ Давиду или его потомку, да? Ответ царю. Мы снова возвращаемся к царским псалмам. И, казалось бы, какое это отношение имеет к предыдущему псалму? Напрямую никакого, да? Но если мы вспомним, что псалтирь обычно связывается с именем Давида, то есть Давид не автор всех псалмов, это довольно очевидно, но скорее та фигура, которую мы по умолчанию представляем себе. И вот здесь в предыдущем псалме псалмопеец у нас жалуется, что ты, Господи, не зверг меня в могилу, а здесь Бог ему отвечает. Я заключил договор и буду поддерживать тебя и твоих потомков. Мы не разорвали этих отношений. Как же так? При этом все так плохо. Но Итан продолжает воспевать Бога. Небеса славят чудеса Твои, Господи. Ангелы святые славят верность Твою. Кто на небесах сравнится с Господом? Кто из сынов Божьих подобен Ему? Грозен Бог среди ангелов святых страшнее всех, кто вокруг Него. О, Господь, Бог воинств, кто подобен Тебе? Господь всемогущий верность окружает Тебя. Ты властвуешь над яростью моря, ты укращаешь волны Его, ты насмерть поразил Рахав. Рахав — такое морское чудовище, иногда его с Египтом связывают, то есть это такое иносказательное наименование Египта, но здесь, скорее всего, просто некий такой водный дракон, какая-то очень такая страшная зверюга, которая из моря вылезает, и вот с ней мало кто справится. Никто, на самом деле, кроме Бога. Своей могучей рукой рассеял врагов. Небеса Твои и земля Твоя, Ты создал вселенную и все, что в ней есть. Север и юг Ты сотворил. Фавора Хермон славит имя Твое. Две горы. Сила Твоя велика, крепка рука, Десница Твоя простерта, правосудие и правда опора трона Твоего. Милость и верность идут перед Тобой. Опять эти милость и верность, правосудие и правда тоже, они часто встречаются. Вот такие немножко абстрактные понятия, но здесь эти понятия, которые, собственно, выражают действия Бога. И он говорит, ты велик, ты велик, ты велик, ты все сделал удивительным образом, ты в этом мире каким-то таинственным способом присутствуешь. И получается, что вот здесь, ну, он, по сути дела, прославляет Бога, который ему сказал, что он избрал Давида. И потом в этом салме еще это будет гораздо более подробно сказано. Блажен народ, познавший победы Господни, живет он во свете Твоем, об имени Твоем радуется везде, не гордится Твоей праведностью. Гордится Твоей праведностью, хороший такой оборот речи, то есть не своей, а Твоей, да, потом апостол Павел будет подробно писать о оправдании, о том, как Бог делает праведником грешника, да, наделяет его праведностью, ну, своей, в общем-то, праведностью, чем же еще. И очень важная вещь, да, то есть то, что для псалмоперца, как вообще для библейских авторов, праведность человека, она, ну, незначительно и неинтересна. Не просто она мала или праведников нет, а в псалтире есть такие места, что праведного нет ни одного, а, ну, просто как там сила какой-нибудь мыши. Ну, что это такое? А вот есть слон, да, который действительно сильный. Вот здесь эта праведность, это что-то такое, что просто находится у Бога, и даже бессмысленно говорить о своей праведности, это неинтересно, праведен ли ты, потому что эта праведность ничтожна, даже если она есть. Ты сила и слава наша, и по милости Твоим отрожествуем. «Щит наш Господь, царь наш, святой Бог Израилев, ты открыл видение верным своим и сказал». И дальше будет опять прямая речь Бога, напрямую пересказ. «Щит наш, царь наш», да, то есть вот есть царь, который нами правит, говорит псалмопевец, то есть царь Израиля, но на самом деле наш царь Господь, а этот царь всего лишь его наместник, его представитель, просто потому что Бог не может непосредственно вот в таком вот виде присутствовать в этом мире. Итак, и сказал, «Я возвысил воина, которого избрал из народа. Я нашел Давида, раба моего, и святым елеем моим помазал его. Рука моя будет помогать ему, рука моя поддержит его. Враг не одолеет его, нечестивый не унизит его. Сокрушу врагов его перед ним и сражу ненавидящих его. С ним милость моя и верность, и с именем моим он гордо рог вознесет. Дам ему протянуть руку до моря, протянуть десницу до рек. Так, море и реки, ну, то есть, такие пределы владычества. Реко, видимо, называется Ефрат, но здесь реки, возможно, это тигры Ефрат, то есть, между речью и море, конечно, средиземное. То есть, вот, вся эта территория так или иначе будет покорна Давиду или его потомку. И о чем он здесь говорит? Да, в общем-то, только об одном, о том, что он избрал Давида, да? Больше никаких вещей он о нем не утверждает, о том, что Давид праведен, он хорош, вот, нет, просто я его выбрал, и все. Потом, опять-таки, на этом будет строиться у того же апостола Павла богословие избрание. Вот Господь избирает кого-то, он дарует свою милость тому, кому он пожелает, и все. И вот, праведен ли этот человек, не праведен, это, конечно, интересно, но это подробности, да? Как там, я не знаю, вот родился сын, и, конечно, там, интересно, какой у него цвет глаз, там, или как он растет, что он делает, но не это главное, главное, что он сын своих родителей, вот так и здесь, главное, что Давид, это избранник Бога, а не то, какой он. Он будет звать меня, ты мой отец, мой Бог, искала спасения, и я сделаю его своим первенцем, он будет выше всех царей земных, моя милость будет навеки с ним, мой договор с ним нерушим, его роду я дам вечно длиться, и престол его вечен, как дни неба. Вот здесь то избранничество, которое потом будет уже в мессианском переосмыслении относиться к некоему потомку Давида, к некоему царю с большой буквы, ну, в Новом Завете о Христе будут говорить, как о сыне Давида, имея в виду вот ровно это, да, то есть то, что Давид становится первым таким избранником, но дальше на его потомство это избранничество переходит, и вот эти цари из династии Давида, они первенцы Бога, первые среди царей, можно сказать так. Но, смотрите, вот наше богословие о Христе, оно, по сути дела, говорит этим же языком, называет его первенцем Божьим, хотя, ну, можем сказать, но он единственный, да, а не просто первый. Все равно первенец тот, кто наследует, да, когда рождается ребенок, он первенец, вне зависимости от того, будут ли еще дети. Его роду я дам вечно длиться, и престол его вечен, как дни неба. Его дети, если оставят закон мой, велениям моим следовать не будут, если нарушат уставы мои, заповеди мои не сохранят. Я обрушу мой жезл на их беззаконие, покараю их за нечестие, но любовь моя к ним не иссякнет, и верности свою не нарушу, не нарушу моего договора, не откажусь от своего обещания, и я поклялся раз и навсегда, что святостью поклялся моей, что я не обману Давида. Его род будет длиться вечно, его престол предо мною, как солнце. Как луна он будет тверд навек, трон его будет крепок, как небеса. Музыка. Вот смотрите, какие-то светистые подробные обещания пересказывают псалмопевицы. Мы уже почти забыли, что 87-й псалом, он проблемный, он про то, что все плохо, про то, что псалмопевец ощущает себя загнанным в могилу, причем Бог его загнал туда. А здесь ликование, торжество. И вдруг, и вдруг. Но ты пренебрег, возненавидел, отверг помазанника своего. Расторг договор с ним, рабом твоим. Венец его втоптал в грязь, сделал в стенах пролом и превратил твердыни в руины. Все прохожие грабят его, и соседи смеются над ним. Ты позволил врагам одолеть его и обрадовал недругов его. Ты выбил меч из рук его и во время битвы ему не помог. Лишил его царского блеска и пристыл его на землю поверх. Дни его юности сделал короткими, как одеждой покрыл его стыдом. Музыка. Да коли, Господи, будешь скрывать свой лик. Да коли ярость твоя будет пылать, как огонь. Вспомни, как век мой краток. Кем сотворил ты всех людей? Они ничто. Кто из живых не увидит смерти? Кто спасет душу свою от шеола? Музыка. И вот вам 87-й. И мы начинаем понимать, почему 87-й такой мрачный. То есть на самом деле 87-й это кратко, а здесь более подробно, но сказано это одно и то же. Там же тоже псалмопевец жаловался, Господи, ты меня оставил, ты вверг меня вот в эту смертельную какую-то тоску, ты фактически убил меня. А здесь это объяснено. Иерусалим разрушен. Очевидно, вавилонский плен начался. Нету никого на престоле Давида. Самого престола нет. Все разрушено, все уничтожено, все упало. И они помнят вот о том, какой прекрасен, прекрасный Бог. Возможно, на самом деле эта песня, она состоит из двух песней. То есть сначала, когда-то давно была написана, это первая часть, ликующая, трожестующая. Они продолжают ее исполнять. Они помнят об этом. Они исполняют ее, даже когда Иерусалим разрушен. Но когда он разрушен, они не могут не добавить чего-то еще. И псалм, возможно, разросся. Это моя догадка. У нас нет способа проверить, опровергнуть, подтвердить то, что я сейчас говорю. Но все-таки моя догадка, что вот этот ликующий, торжествующий псалом, ты наш щит, ты наша крепость, ты навсегда, навсегда, навсегда. А сейчас что? А сейчас навсегда прекратилось? Ты выбил меч из его рука, потому что кто еще? То есть если мы верим, что мы заключили с Богом этот договор, все, что происходит с нами, это его рука. Это не просто наше какое-то, ну, обстоятельство жизни, это вот, ну, так бывает, ну, случается иногда. Это его действие. Хотя, допустим, это язычники в Вавилоне, не те, кто разрушают. «Доколе, Господи, будешь скрывать свой лик, доколе ярость твоя будет пылать, как огонь?» спрашивает псаломопевец, вот исходя из этого опыта верности Божьей. Вот важное свойство верности обычно понимается низшего к высшему, да, верность слуги своему господину, верность человека к Богу. Но верен и господин к своему слуге, не бросает его, защищает, обеспечивает его всем нужным. И Бог свой народ также верно обеспечивал, защищал, спасал. «А теперь что? Где твои прежние милости, Господи? Ведь ты поклялся быть верным Давиду. Взгляни, Господи, как издеваются над рабами твоими, как чужеземцы глумятся. И вспомни, Господь, как смеются враги твои, как бесславят твоего помазанника на каждом шагу. Благословен Господь вовек. Аминь, аминь». И вот этим недоумением заканчивается 88-й псалом. Что же с этим делать дальше? Хорошо. Ну, и следующие псалмы в значительной степени будут ответом на это все. То есть ответ, понимаете, это не просто вот я задал вопрос, со мной все плохо, Господи, за что? Господь говорит, а вот за это, за это, за это. Я сказал, а ну спасибо, понятно, продолжаем жить дальше. Нет. Это развитие отношений, да, вот. Ну, как вот влюбленные, которые ссорятся, мирятся, находят друг друга, теряют. Вот у них создается что-то. Вот так здесь человеческая душа и Бог, да? Это сложные отношения, в которых нет окончательных ответов, в которых каждый ответ, он промежуточный, он порождает новые вопросы. И вот здесь 87-й. «Все плохо, я мертвый». 88-й. «Господи, ты клялся нам, ты обещал вечно хранить престол Давида. Посмотри, что происходит. Где же твоя верность? Куда все это пропало?» 89-й, 90-й, и дальше немножко будут об этом размышлять. «Господи, ты клялся нам, 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 ты клялся